Тебе неинтересно? Тогда можешь идти гулять, пожалуйста. Ну ладно. Какие там еще тенденции? Евангелистские тенденции. Все! Экипажи по машинам. Ну ты хоть что-нибудь знаешь? Неа. Ну ты не расстраивайся. Ладно. Вызывай ты к доске. Будь серьезнее. Если я моргну левым глазом, значит все правильно отвечаешь. Ну а если уж право... Эх ты! Коллеги сравнивали я с Наташей Ростовой. Миниатюрная, воздушная актриса с искренней улыбкой излучала свет и счастье. До поры до времени жизнь Натальи Рычаговой складывалась как по нотам. Никто не предполагал, какие страшные испытания ожидают женщину на закате дней, когда на единоборство с судьбой совсем не останется сил. Наталья Рычагова родилась в Победном Мае 1945 года в Москве. Папа девочки Сергей Рычагов был популярным в Советском Союзе пейзажистом. Мама вела домашнее хозяйство и воспитывала единственную любимую дочку. О профессии актрисы маленькая Наташа не помышляла, но по воле случая в десятилетнем возрасте она попала на съемочную площадку и больше с нее не уходила. После первых успехов юной артистки мать определила девочку в театральную студию столичного дома пионерии. Кружком руководила Евгения Васильевна Галкина, сумевшая раскрыть в Наташе богатый творческий потенциал и пробудить тягу к сцене. Теперь сомнений в выборе профессии у девушки не было. Единственный возможный вариант – как можно скорее стать профессиональной актрисой. В 1963 году Наталья поступила во ВГИК. Изначально за набранный курс отвечал Михаил Ром, но незадолго до начала учебного процесса Михаил Ильич уволился из вуза. 12 первокурсников определили к актеру МХАТа Николая Свободину, а через какое-то время – коллеге Льву Свердлину. Выпускные экзамены студенты готовили уже под руководством Владимира Белокурова. Частая смена мастеров ничуть не повредила ребятам. Напротив, они вышли из стен института с обширным багажом универсальных знаний, которыми с ними успели поделиться именитые наставники. Фильм «Первые съемки» в жизни Натальи Свердлина. Фильм Сергеевны случились в 1955 году. Режиссеру Илье Фрезу предстояло экранизировать роман Валентины Асеевой «Васек Трубачев и его товарищи». По сюжету в картине предполагалось участие большого количества детей, поэтому режиссеры и его ассистенты устраивали стихийные поиски подходящих кандидатур в московских школах. Наташ Улья Абрамович заметил сразу. Ее выразительная мимика, органика движений и отсутствие сценической боязни не оставили сомнения в том, что перед ним одна из главных героинь будущего кино – школьница Нюра Синицына. «Синицына, пишите, справа и слева вдоль дороги расстилались необозримые колхозные поля». Роль Нюры моментально сделала Рычагову знаменитой. Ее фотография была прикреплена к школьной доске почета. Девочку узнавали на улицах и в прямом смысле слова не давали спокойно ступить ни шагу. В 1957-м Фрез, окрыленный теплым зрительским приемом, экранизировал еще одну часть истории о советских школьниках. На этот раз фильм назывался «Отряд Трубачева сражается». Роль Синицыной в нем вновь исполнила Наталья. Спустя 8 лет на экраны вышла военная лента «Нет неизвестных солдат». К этому времени девушка обучалась на втором курсе института. В фильме ей досталась за главную роль юной разведчицы Маши, сражавшейся и погибшей за оккупированный фашистами Киев. Прототипом отважной санитарки послужила Мария Боровиченко, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. Сразу после окончания в ГИКе артистка была утверждена на новую центральную роль. Она снялась в образе работницы железнодорожного депо в мелодраме Леонида Морягина про Клаву Иванову. «Ты, Иванова, пытаешься усугубить свое положение?» «А вы мне не тыкаете. Думаете, если вы главный инженер, так и тыкать можно?» «Значит, вы, Иванова, из цеха уходить не хотите?» «Не хочу, вы лучше распорядитесь, чтобы станок отладили. А то работаю на одной скорости. Я так без зарплаты останусь». В конце 60-х Наталья Сергеевна исполнила ряд запоминающихся второстепенных персонажей. Молодую учительницу в спортивном фильме «Тренер» Зою в детективе «Возвращение святого Луки», пулеметчицу Нину в фильме об обороне Севастополя «Море в огне». «Давай с тобой договоримся так. Ты к этому чемодану не подходи. А придут за ним отдай. Поняла? Ну а с Сергеем твоим, понимаешь, он путался в скверной истории. А помочь им можешь только ты. Я? Вот если ты его увидишь, ты с ним поговори. Пусть он ко мне сам придет. Понимаешь, сам. Это для него очень важно». Наступившие 70-е также оказались богатыми на съемки. В этот период, как актриса, Рычагова была наиболее востребована. Итогом десятилетия стала работа в 16 разноплановых проектах. В молодежной драме «Приступи порог», рассказывающей о десятиклассниках, начинающих самостоятельную взрослую жизнь, Наталья сыграла Надю Воеводину. «Ну и ну, думаешь, ты одна такая умная? Знаешь, сколько охотников?» «Может и нет. Каждый так думает, ответит кто-то один». «И это будешь ты». «И это буду я». «Кстати, назови мне известного польского шахматиста». «Слива». «Еще Беднарский». «Ура! Я всегда говорила, что ты у нас будущий гений». «Будущий гений, Наденька, это нелепость». «Гений – это сейчас или никогда». В кордине «Офицеры», позже вошедший в Золотой фонд отечественного кинематографа, артистка получила небольшую, полную драматизма роль нашей Белкиной. Маша, а хочешь, я тебя сфотографирую? А у тебя есть фотоаппарат? Отцовский. От командующего войсками Приморского округа. За несколько коротких эпизодов Белкина из беззаботной школьницы превращается в молодую женщину, презирающую смерть и жертвующую самым дорогим, во имя мести, фашистским захватчикам. «Что-то я не пойму, ты в армии? Заканчиваю школу радистов. Завтра наших отправляют на фронт, а меня оставляют из-за ребенка. Почему ты не оставишь его у мамы? Мама погибла. Вы не курите? А я скурю». В мелодраме Евгения Матвеева «Смертный враг» по мотивам произведения Михаила Шолохова актриса сыграла Дуняшу Птицыную. В картине показано начало установления власти советов на Дону. «Пойдем в коллектив. Там весело. Митрох-то балалайки так жалобно играете. Погляди, девка. Прожалобишься, наплачешься. Ты еще молоденькая. Вот выйдешь замуж. А кто меня возьмет? По чужому углам мыкаюсь. Наиверше босиком бегаю. Ты-то успела пожить в сласть? В сласть. Сама видишь, какая жесть у меня. В послужном списке рычаговой, как непременные символы эпохи, значатся и производственные драмы. Одна из них – кино о строительстве уральского трубного завода «Ответная мера». Да, он в заводе. Алло. Алло. Он в заводе, Алексей Сергеевич? У нас труба идет. Передам. Спасибо, обязательно передам. Алло. Он в заводе, Георгий Алексеевич. Труба идет. В 1975-м Наталья вновь поработала совместно с Ильей Фрэзом, некогда открывшим для нее мир кино. В киноповести «Это мы не проходили» ее героиня – начинающая учительница по биологии Елена Якушева. Митя может мне задать любой вопрос, и я на него отвечу прямо и откровенно. А не буду ее лить как уши на сковородке. Ты, кажется, так выразился. Хорошо, я задам. Скажите, чем человек отличается от животного? Только насчет того, что труд создал человека, нам уже объясняли. Повторять не стоит. Ведь муравьи тоже трудятся. В ленте о непростом детстве семилетнего Гришки «Буденовка» действие разворачивается во время гражданской войны. В фильме актриса получила роль Просковьи, мамы главного героя. Чтоб ты подоху уберется. Мам, что ж вы меня, извиняете, обманули? Даже обдури. Вы говорили, что барон дня без винища не проживет. А поглядите сами. Винища нет, а барон живой. Ничего. Скоро на его голову Господь Бог. Погибель пошлет. Говорят, уже красные под деремовкой. Так что Бог даст, скоро и у нас будут. Непременно придут. Продолжением темы взросления, поиска своего места в жизни и выбора между порядочностью и предательством стали картины 1976 года «Эти непослушные сыновья» и «Колыбельные для мужчин». Петра нельзя, у него характера нет. У тебя есть, а у него нет. Так. Что у меня еще не хватает? Ты не живешь, а мечтаешь. С мечты не жизнь. Но не надо забывать, что ты мужчина. А то с виду вроде сильный, а характер. Чего ты на него навалилась? Да я ведь не нравится, что я тайгу люблю. Я, может, когда по тайге доброжу, у меня стихи лучше складываются. Стихи – тайга. А людей ты вокруг тебя замечаешь? Ну почему? Тебя замечают и все недовольны. В очередном фильме на военную тематику «Садись рядом, Мишка» актриса воплотила на пленке образ матери, оставшийся с сыном в блокадном Ленинграде. «Здравствуй, Мишук!» «Здравствуй, Мишук!» «Смотрел тебя сегодня доктор?» «Нас каждый день смотрят!» «Ну и что он сказал?» «Сказал, что у меня прелесть, дядя Скарлатина!» «А дядя Вилли сказал, что если осложнений не будет...» «Папушка, возьми меня отсюда!» «Эй, Гоглю, перестань реветь!» «Дай с мамой поговорить!» «Какой у вас грубый мальчик!» Спустя семь лет, после успеха «Офицеров», режиссер «Роговой» пригласил Наталью в комедию «Баламут». В фильме она сыграла колхозницу Парамонову, экранную супругу героя Романа Филиппова. «Девочки!» «Федор!» «Федор!» «Федя!» 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 «Парамонов!» «Парамонов!» «Федор!» «Здравствуйте!» «Ну что ж, значит завтра с утра навалимся на работу!» Эпизодически Рычагова появилась в культовом советском детективе «Следствие ведут знатоки». Её героиня, Варвара Санатюк, введена в 12-ю серию проекта. «Ты так со мной разговариваешь, будто я первая встречная!» «Будто ты первая встречная, я не попал бы сейчас между двух огней!» «В том, ты беда, что нет другой!» «И у нас всё по-прежнему?» «По-прежнему?» «Теперь куда лучше!» «Всё прекрасно, и у нас чудесно!» «Артём!» «Артём, что случилось?» «Ну что отравляет наши отношения?» «Почему ты молчишь?» В 80-е годы с участием артистки вышло всего три картины, одна из которых, у «Матросов нет вопросов», снова родилась в сотрудничестве с Роговым. «Молодой человек, ваше платье! Желаю вам счастья!» «Спасибо, постараюсь!» «Вы забыли отдать талончик из ЗАГСа?» «А, пожалуйста! Вот мой талончик!» В 1993-м Наталья Сергеевна попала на экран в последний раз. Её заключительной работой стала мелодрама «Завтрак с видом на Эльбрус». На протяжении всей карьеры актриса много занималась озвучиванием. Мелодичный тембр голоса Рычаговой был востребован даже тогда, когда ей почти не поступало предложение о съёмках. Среди наиболее известных работ в области дубляжа значатся «Три орешка для Золушки», «Белый клык» и «Полицейская академия». «Шляпа с пером. Лука Камзола совсем не охотник». «Значит, волшебный стрелок – это тоже ты?» «А это, угадаешь, платье со шлейфом, серебряной вышивкой, а не принцесса. Кто это?» «Наша Золушка!» «Невеста моя!» «Если не дашь поворот». Личная жизнь С будущим супругом, сокурсником по ВГИКу Алексеем Менджеватовым, Наталья познакомилась во время вступительных испытаний. Симпатия между молодыми людьми возникла быстро. Алексей настойчиво ухаживал за избранницей, и на втором курсе они сыграли шумную свадьбу. Брак артистов оказался крепким. Супруги воспитывали единственную дочку, названную Марией. Маше прочили карьеру пианистки, но незадолго до поступления в консерваторию она переиграла руки. Профессиональная травма была несовместима с выбранной профессией, но это оказалось лишь началом неприятностей. Незадолго до перестройки девушка вышла замуж, однако муж оставил Марию, как только она родила ему сына. Мария с маленьким ребенком поселилась у родителей. Жизнь постепенно начала налаживаться, как вдруг у молодой женщины диагностировали некроз. Выкрапкавшись из лап одной болезни, Мария перенесла инсульт, который свел ее в могилу. Безутешная актерская чета осталась с маленьким Сережей на руках. Бабушка и дедушка, как могли, окружили внука теплом и заботой. Но череда несчастий шла по пятам. Инжеватов заболел и скончался в 2010 году. Этот удар оказался для Рычаговой фатальным. С момента похорон Алексея Николаевича не минуло года, как 15-летний Сергей, придя из школы, обнаружил в квартире тело бабушки. Наталья Сергеевна упокоилась на Кузьминском погосте Москвы, рядом с горячо любимым супругом. Они всю жизнь прожили вместе. И даже смерть не смогла разлучить их надолго. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова